Добрый день, вас приветствует Бел Риос и я хочу сделать обзор своих построек и транспортной сети, соединяющей эти постройки. Сейчас я нахожусь на ветке SkyTrain, построенной Special Dead'ом. Это очень длинная ветка, ее обзор он сделал в своем видео. Сейчас мы подъезжаем к восточному выходу из города. Здесь раньше располагалась просто пещера, в которой заканчивалась ветка. Я подвел ветку своего персонального метро к этому же месту, таким образом сделав гейт или шлюз. И построил здесь здание вокзала, такое не очень большое. Сейчас я его подробно покажу. Это у нас станция вокзал, первая станция, с которой мы начнем нашу экскурсию. Я покажу вам ее снаружи, я покажу окрестности, чтобы вам было легче ориентироваться. Собственно, здание вокзала городского у нас выглядит вот так, в европейском стиле. Такой домик. Это у нас восточный выход из города. Вот там шпиль универа, это башня Дайвина, если я не ошибаюсь. Вот там вот дом The Cat Samurai. Могу сказать, что потихоньку городу становится тесной в его кольце стен, начинает выползать наружу. Спасибо большое админу, Оверкингу, который помог мне с расчисткой местности. И, собственно, спасибо за кооперацию Special Dead, поскольку данная станция вообще является балдом нашей кооперации. Итак, мы направляемся ко второй станции. Университет. Входим в тоннель. Сейчас мы фактически едем на другой конец города. Потому что университет, вы наверняка его видели, это большое здание из желтого песчанника. Находится со стороны западных ворот. Сейчас я покажу. Мы приехали в подвал этого здания. Как раз тут располагается станция метро. Мне кажется, это удобно. Сейчас мы выйдем наружу, я вам его покажу во всей красе. Это у нас деревня. Это у нас некоторые геометрические упражнения, если не ошибаюсь, фономэнна, сфера и кубик Серпинского. И, собственно, университет. Почему так называется? Легко догадаться. Прототипом послужило здание. Главное здание МГУ. Вокруг него разбит садик с двух сторон. Фонтанчики, бассейнчики. Газоны, скамейки. Даже вот там деревья немножко насажено. Идем обратно в подвал. На станцию. Садимся в поезд. И следующая станция у нас Нептун. Пересадочная. Едем на север. Почему станция называется Нептун? Потому что это подводная база. На ней раньше был портал. Нижний мир мой первый портал, который я сам построил. Вообще эта станция использовалась для всяких сомнительных экспериментов. Но это так легенда. Сейчас это главным образом транспортный узел. Здесь оказалось удобно сделать пересадочную станцию. Между линией метро, которая идет от вокзала и дальше пойдет на север. Там еще одна станция. Мы сейчас на нее съездим. И вторая линия метро, которая идет с запада. Оканчивается вот здесь. Пока что оканчивается здесь. В принципе, можно будет сделать дальше куда-нибудь еще ветку. Это было бы хорошо. Что из себя представляет подводная база Нептун? Это некая... Ну, основная... Типа холла что-то. Жилое помещение. Сундучок полки. Кроватка, на которой можно полежать, посмотреть на звезды или на солнце. Толща воды в 4 метра или в 9. В зависимости от там места. Она не будет слепить глаза солнца. Есть также шлюз, позволяющий попасть на базу. Не только по железной дороге, но и своим ходом. Если вы умеете хорошо плавать, вы можете доплыть. До нее. Мы приехали вот оттуда. Там город, там университет. И дальше плывем вот туда. Вот как раз вот эта конструкция. Это следующая наша станция. Ну, и с поверхности воды база Нептун выглядит вот таким образом. Можно посмотреть все, что находится. Все, что в ней находится. Это вот как раз железная дорога. Комната отдыха, оранжерея. Сейчас я в нее зайду. Такое... Основное помещение. Холл, лестница. Мы идем обратно в шлюз. Да, физика Майнкрафта замечательная. Я имею в виду скорее оптику. Когда с поверхности воды видно лучше, чем... Хотя, может быть, как раз это и правильно. Вообще, источником вдохновения для постройки этой базы послужила подводная база из игры Deus Ex. Может быть, кто-нибудь помнит. Ну, и фильм Джеймса Кэмерона «Бездна». Там, кажется, была такая же конструкция. Так, поедем дальше на север. По этой ветке. К вилле. Станции Вилла. Поехали. Ну, собственно, станция Вилла. Это как раз мой первый дом. Когда я начинал играть на этом сервере. Goha Minecraft. Я первым делом здесь обосновался. Могу считать это место своим домом. Сюда открывается хороший вид. Вот, если вы видите, вон там. Вот я сейчас указываю. Это как раз шлюз базы «Нептун». Оттуда мы приехали. Ночью видно гораздо лучше, потому что видны огни. Но сейчас зато открывается шикарный вид на море. Снаружи. Ну, мы видели, как это выглядит с моря. Вилла. Ну, тут просто коробка-вход. Так сама она встроена в скалу. Оттуда, дальше, на север. Там владение другого игрока. А мы возвращаемся дальше. У нас остался последний пункт нашей экскурсии. Купол. Но сначала мы вернемся на пересадочную станцию. Опять на «Нептун». Потому что это конец линии. Вилла. Итак. Поехали. На станции «Нептун» мы пересядем на другую ветку. Собственно, история вообще этих построек такова. И через портал, построенный вот здесь. На этой базе подводной. Портал ныне демонтирован. Я проник в Нижний мир. Там прошел какое-то расстояние. Нашел хорошее место удобное. И построил Нижний аванпост так называемый. Сейчас он частично разрушен. Поэтому туда лазить я не люблю. Его надо восстанавливать. Так вот. В этом Нижнем аванпосте я также возвел портал. Уже там, в Нижнем мире. И на поверхности в Верхнем. Конечно же возник портал. Как и должно быть в соответствующем месте. И он возник на таком тропическом островке. Просто в море. Такой был пейзажик. Милый. Во что сейчас этот пейзажик превратился. Я вам покажу. Это собственно станция купол. Купол вы тоже скорее всего видели. Снаружи. Снаружи он выглядит как стекленный купол. Возведенный вокруг портала. По легенде. Местность вокруг портала оказалась заражена. Единственным способом. Как то. Сдерживать распространение. Адской заразы. Оказалось возведение защитных укреплений. Сначала был тут маленький. Бетонный такой саркофаг. Позже вот. Я возвел купол. Точно я не помню его радиус. Но порядка. 36 или 32 или 29. Где то так. Могу сказать что. Игра допускает возведение в два раза большего. По радиусу купола. То есть целый город можно упрятать под него. Но это потребуется очень много стекла и очень много работы. Внутри под куполом. Ну честно я конечно сымитировал заражение. То есть расположил элементы адского пейзажа. Повесил карантинная зона. Предупреждение. Вот это между прочим след от снаряда Гаста. Однажды админ запустил под этот купол Гаста. Долго за ним охотился. Купол конечно пришел потом латать. Но было весело. Это собственно портал. Спасибо за внимание. На всем я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok